всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я хочу начать влог прямо с утра и сделаю масочку для лица это от органик зона на мне кстати очень нравится она все-таки мне кажется содержит немного ментола поэтому очень хорошо так прям пробуждает с утра и пока будет действовать маска я займусь такой небольшой уборкой на втором этаже как небольшой уборкой застелить кровать и унести всякие пустые кружки всякое такое и я обычно запускаю пылесос робот пылесос я его запускаю практически каждый день ну я бы даже сказала на каждый день по крайней мере шерсть от животных собирает какой-то пыль какие-то мелкие крошки так что супер еще сходила в сад у нас был сильный ветер вчера очень сильный ветер у меня сломала один гладиолус кстати это последний гладиолус которые цветут очень жалко и я решила срезать оставшиеся то есть у меня осталось их на самом деле четыре один оставила на грядке но потому что не поставлю же я вазу четыре штучки очень еще жалко потому что они только-только вот начали распускаться это вот такие новые стрелочки у меня были запоздавшие такие можно сказать и как вы видите они у меня все одних цветов вот такие как персиковые и вот такие ярко малиновые не знаю хочу прикупить других каких-то цветов вот но я имею другой расцветки окраски да вот потому что они меня в итоге оказались все одинаковые хотя вроде бы покупала разные мне так кажется ну такое бывает в общем в общем вот такой зато у меня теперь такой бакетик на обеденном столе вот мне очень нравится кстати нравится очень не гладиолус и вот и еще сварила по быстренькому суп на курином бульоне с добавлением лапши домашней лапши которая покупаю в ленте если вы ездите в ленту обязательно если вы ее увидите обязательно возьмите она действительно очень вкусная не разваривается в супе не превращается в такой пюре вот а очень вкусная и бульон у меня жерт желтый потому что я добавляю немножечко куркумы практически во все блюда кстати придает очень такой приятный аромат и вкус и очень нравится поэтому бульон желтый но сварила я на куриной грудки его бульон конечно же я варила не одна в компании моей подруги он еще одна хвостатая подруга пошла вот она на страже порядка всегда охраняет у нас кухню ну и мы с моим младшим сыночком он у меня пока не ходит в садик пойдет на следующей неделе только мы пошли в общем по делам скажем так поехали в торговый центр нужно было зайти еще на магазин буквоед купить старшему пока старше школе на купить старшему цветной картон там цветную бумагу в общем всякое такое вообще я кстати очень люблю магазин буквоед когда в него заходишь там стоит такой аромат свеже напечатанных книг даже не газет а именно свеже напечатанных книг когда вот вы только открываете новую книжку такой вот запах стоит очень нравится вообще нравится атмосфера буквоеда там всегда все так мило красиво даже если какой-то бардак на полках но там всегда такие очень милые вещицы и я могу вот просто на самом деле на час на больше пропасть в этом магазине все пересмотреть пролистать очень я люблю этот магазин детск для детей там тоже огромный ассортимент и развивашек раскрашек и чего только нет я кстати постоянно там что-то для детей обычно покупаю ну и конечно же вот такие вот всякие записные книжки ежедневники блокноты но просто вот на любой вкус и цвет какие вы только хотите я так обожаю это все но кстати ничего себе не купила потому что у меня еще есть но обязательно наверно следующий год что-то себе прикуплю вот но столько красоты конечно вообще отдел ручек канцелярии я все это обожаю как наверное многие вот не люблю там просто просто зависаю в этом магазине можно сказать но здесь мы уже едем домой так приехали мы домой значит фамилии купили вот такую игру вот делаем сейчас покажем вот такие машинки это мне младшийся взял как всегда 129 рублей чего скидка по карте у меня было пять процентов фамилии прикольно покупать а вот это стоило 499 рублей вот и купили вот такие конфетки какие они вкусные девочки жевательные конфеты такие вообще прям вкусные вкусные да вот такие и в буквоеде мы тут набрали еще 20 много цветного картона цветной бумаги сыночку вот еще линейку еще линейку и еще в этом в фамилии я взяла младшему такую шапочку тоже прикольная тоненькая вот сейчас носить стоило 349 рублей еще пять процентов скидка по карте так что такие вот у нас покупки были бедные несчастные девочка скучала без нас до гоночка отбивай мало отбивай прикольная это баба у тебя девочка скажи так еще вот такие ручки буква едет уже набрала сыночку смотрите какой прикольный карандаш с одной стороны синий с другой стороны красную школе как раз нужно все время два вот этих цвета красный синий взяла еще мы зашли в пятерочку я хочу сделать сегодня наполеон что-то мне так захотелось вообще но все меня конечно же мои домашние поддерживают в этом поэтому купила тесто для ленивого наполеона масло вот такое сливочное взяла сливки кажется сгущенку я забыла но у меня сгущенку еще есть это у меня младший взял такой сок один он выпил в машине второй себе взял такой хлебушек крестьянский батон молоко взяла 32 процента то что у него скидка была но мы его принципе добавляем в кофе поэтому подойдет еще вот такие шарики со вкусом шоколада они мне взяли на завтра мальчишки вот и вот такие вот от любят его подушечки от любят его кстати очень вкусные завтраки так что сейчас буду делать наполеон как раз меня разморозится ну что запекла я коржи и два вот этих вот я не раскатывала так положила как они были а два других раскатала и обрезки подсушила тоже в духовке выпекая их при температуре 200 градусов 15 минут вот все время протыкаю их вилочкой но мне это не помогает ну пока мне остывают коржи я буду готовить вот такой ужин это у меня фарш говяжий со специями и с яйцом но специи различные перчик и так далее сверху выкладываю помидорку то есть формирую такую котлетку не обжариваю и далее сверху я буду выкладывать вот такую смесь там сметана сыр и одно яйцо вот этот сам фарш то есть он получается без булки без лука без всего чисто идет мясо и вкусно из фарша говядины делать из говяжьего фарша правильно сказать вот я выложила вот эту вот сырную смесь и немножечко сверху еще посыпала сыр потому что мне как-то показалось что маловато вот так вот не очень можно сказать аккуратно выглядит это блюдо но это очень очень вкусно мой муж просто обожает именно вот такой вариант на гарнир у нас сегодня будет греча вот и попробуйте вот так приготовить я запекаю при температуре 180 градусов 35 минут у меня стоит в духовке но это все нужно смотреть конечно по духовке мясо вот это получается очень сочным ну что коржи у меня под уже остыли и я сейчас буду готовить крем я делаю крем соотношение скажем так масло и сгущенки меньше чем взбитых сливок вот взбиваю сливки сливки у меня специальные для взбивания да они сами по себе уже густые я их взбиваю что прямо не если перевернуть они остались на месте то есть такие прям до такого крепкого состояния да можно так назвать вот и отдельно в мисочке я взбиваю сгущенку вместе с маслом я как-то уже показывал этот рецепт и потом все вот аккуратненько вот так вот лопаточкой я соединяю аккуратненько перемешиваю чтобы сливки у нас не осили но и буду собирать уже непосредственно наш тортик и обсыпать его этой крошкой вот такой вот замечательный торт у меня получился он у меня кривенький как всегда но я не обрезаю этот торт потому что потому что мои домашние очень любят этот наполеон и все равно скажем так я все время спрашиваю обрезать чтобы было красиво играть нет наташа оставь так как есть потому что очень любит а я кстати тоже ну люблю наполеона вообще очень захотелось наполеона мне вот поэтому решил приготовить он получился такой небольшой но очень очень вкусный вот так что будет сейчас поставлю в холодильник и будет у нас завтра такой замечательный тортик он должен пропитаться как минимум ночь простоять и тогда будет безумно вкусно еще девочки хочу вам показать я получила свое очередное свое очередное баловство с алиэкспресс я бы так это назвала я заказала вот такую вот жемчужную нитку это можно даже назвать наверное как ожерелье я не знаю насколько она жемчужная но посмотрите как сделаны вот эти вот бусинки я не знаю что это на самом деле настоящий жемчуг но у меня у меня конечно есть сомнения но я не знаю вот так вот выглядит здесь цепочка которая удлиняется вот так вот ну то есть можно регулировать да вот это конечно все бижутерия а вот насчет вот этого конечно продавца было написано что это натуральный жемчуг 10 камушки разные более того есть вот более белые камушки есть более розовые камушки то есть они все 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 разные вот даже есть вот такой вот видите как совсем такой вот не ровненький но мне очень понравилось если даже это не настоящий жемчуг ну если конечно настоящий я не 8 девочки короче я в этом не разбираюсь но мне очень понравились как они смотрятся сейчас я одену покажу как нам не пройдет прямо прямо под шейку вот так вот но мне кажется очень симпатично так вот девочки я застегнула на самую нижнюю но на самую коротенькую то есть по длине можно регулировать и у вас будет разной длины посмотреть как мило смотрится вообще мне так понравилось честно но вот честно я вам скажу вот такая ниточка ну под какой-то наряд мне кажется очень мило очень мило смотрится и реально вот но выглядит как настоящий жемчуг настоящий такое как это речной до жемчуг очень похоже по крайней мере то что все бусинки такие разные не очень симпатично смотрится мне очень нравится прямо в восторге вот так что вот так вот так что вот так вот у меня сегодня прошел день вот туда-сюда пока съездила зашла в магазин и так далее мне уже полдня прошло пока вернулась обратно у нас кстати на днях был сильный ветер как я уже говорила и у нас у нас и в поселке и вдоль дороги вот который я еду по шоссе очень много упала деревьев сломанные некоторые прямо знаете с корнями аж выдерну ну как бы из как сказать ветер в общем выдернул прямо с корнями некоторые деревья и березы и сосны в общем елки там валяются в общем кошмар какой-то прям ехала по обочине очень много там рабочие их распиливают но приезжают убирают что на трассе не было и у нас здесь поселки тоже даже на один дом на крышу упала прямо причем на жилой дом конечно это очень страшно я тут уже смотрел на 100 на елка есть такая одинокая стоит она так гнулась в разные стороны я думаю и вырвет вообще с корнем но ничего вроде бы пережила к сегодня тоже кстати сильные ветер но говорят что скоро он уже закончится ведь сильный ветер в общем кошмар какой-то вот так что вот так вот тортик в общем поставила в холодильник деть детям уже сказку почитала они мне там укладываются спать вот так что на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео на полоте вас полезным интересным ссылочку кому интересно вот на эту ниточку жемчужину сушки ну даже если она знаете даже если это все не настоящую но мне кажется очень симпатично смотрится мне так очень понравилось вот так что ссылочку оставлю вам внизу в инфобоксе ставьте пальчики вверх мне это очень приятно оставляйте свои комментарии всех люблю целую до новых встреч